Сегодня у нас сорс по конкурентам, сможем ли мы найти среди продавцов, таких как мы, товары, которые будут профитные для нас. Итак, я предлагаю сегодня пойти от какого-то лида, который вы нашли, вам он понравился, вы его купили, и от него можно оттолкнуться. Вот эта вилка из лид-листа, я прикреплю это видео в описании, если хотите пересмотреть, либо еще не смотрели. И мне она понравилась, я бы ее купила. И вот от нее мы как раз и пойдем. Что можно еще сделать? То есть, эта вилка, либо вы ее нашли сами, и вам она понравилась, вы ее купили, либо вы ее нашли в лид-листе. Это абсолютно без разницы. Итак, давайте начнем. Что мы делаем? Мы спускаемся вниз, нам нужна будет кипа. Если у вас еще нет кипы, то ссылка будет в описании, и на приобретение самой кипы, и на расширение хрома, чтобы у вас автоматически загружалось вот такое окно на каждый листинг. Идем дальше. Вот здесь нам нужно выбрать condition. Condition – это состояние. Тут указано новое состояние, использованное, как новое и так далее. Нам нужно только новое. То есть, все вот эти галочки убираем. На некоторых листингов этого не будет. Будет только new, то есть новое состояние. Ну, например, на продукты к питанию. Естественно, там только новое. Там не может быть использованных товаров. Но на некоторых будет вот такие вариации. Если вариации, то мы убираем вот эти все галочки. Дальше мы отмечаем галку include historical offers. Что означает? Что нам вот здесь загрузятся все продавцы за всю историю этого листинга, которые когда-либо продавали этот товар. Даже если сегодня они не продают. Поэтому и historical, то есть исторические продажи. Чтобы это скачать, нажимаем экспорт. Тут оставляем все как есть. All active columns и csv. Скачиваем. Открываем. Нам нужна вот эта колонка. Я ее выделила. Нажатием Ctrl-Shift и стрелочкой вниз. Так выделяется вся колонка. Дальше я нажимаю Ctrl-C. Это копирование. И давайте это перенесем на новый листик. Дальше нам нужно немножко поработать с Excel. Буквально пару минуток. Это не сложно. Просто повторяйте все за мной. Выделяем вот этот столбик. Дальше нам нужно нажать data. Либо аналог на русском. У меня видите Excel на английском. Но абсолютно будет все то же самое в тех же местах. Дальше нам нужно вот здесь text to column нажать. Оставляем все как есть. Next. Ставим галочку other. И ставим знак равно. Next. Finish. Вот он нам отделил часть. Если вы не поняли, что я делаю, нам нужен вот этот номер продавца. И я его просто извлекаю из этой ссылки. Дальше выделяю опять этот же столбик. Также text to column. Оставляем точно так же. И вот здесь вместо равно мы ставим вот этот знак. Вот он. Ага. Next. Finish. Все. Мы извлекли идентификатор каждого продавца. Эту строчку мы можем удалить. И дальше, чтобы загрузить эту в кипу, нам нужно добавить запятую. Ставим курсор на первую строчку нового столбца. Вот здесь нажимаем формула. Оставляем вот этот параметр. Окей. Дальше. Текст первый мы нажимаем на первую, опять-таки, строчку колонки B, с которой мы работаем. В текст 2 мы добавляем запятую. Окей. Все. Вот это то, что нам нужно. То есть это идентификатор продавца и запятая. И дальше я просто зажимаю мышку и протягиваю до конца. Это все. Я обещаю. Больше формул не будет. Просто повторите за мной. Должно все получиться. Дальше. Мы с вами идем в кипу. Дальше. Data. Product Finder. Возвращаемся в нашу таблицу Excel. И мы копируем до 50 продавцов. Почему? Потому что у кипы ограничение на 50 продавцов. Я вам сейчас это продемонстрирую. Значит, спускаемся вот сюда вниз. Buy Box Seller. Нажимаем Seller ID. И вот здесь вы видите, что нужно ввести Seller ID. Как раз то, что мы делали. И отделить продавцов запятой. Кома это запятая по-английски. Seller ID. И вот здесь мы вставляем 50. Давайте я вам продемонстрирую, что если бы я вставила больше, мне бы вышла ошибка, что нужно вставить 50. Вот. Написано только 50 продавцов. То есть он загрузил продукты продавцов, но он возьмет просто первые 50. Только их товары. Он все равно не загрузит все там 100 или сколько у нас там получилось. Поэтому возвращаемся. Еще раз копируем только до 50 продавцов. Ctrl C. Это скопирование. Вставляем. И вот обратите внимание, что кипа загрузила 3227 продуктов с вот этих продавцов. Дальше мы можем отфильтровать эти товары, чтобы они соответствовали каким-то параметрам, которые нам нужны. Что я имею в виду? Например, мы можем поставить Sales Rang. Sales Rang я не очень люблю ставить. Вот мы можем поставить цену. Например, мы хотим, чтобы цена не была такая слишком скачущая, что сегодня там 50, завтра 10 долларов. И вот если я поставлю минус 10 и плюс 10, и вот это означает, что за последние 90 дней цена не прыгала больше 10%. Например, если товар стоит 10 долларов, то цена не понижалась меньше 9 долларов и, соответственно, там больше 11 долларов. Дальше мы можем отметить Amazon, чтобы был не на стоке, чтобы эти товары не продавал сам Amazon. Вот у нас по этим заданным фильтрам уже осталось 1000 товаров. Тут тоже самое главное, знаете, не перефильтровать. Потому что вы можете поставить миллион фильтров и на выходе получить, знаете, два товара. Должен быть какой-то баланс. Здесь мы можем выбрать желаемую категорию. Также отфильтровать это все по категории. Либо, например, если вы только начинаете, у вас какие-то категории закрыты, вам как раз пригодится. На этом я бы, наверное, остановилась. Но если вы хотите еще пофильтровать, пожалуйста, пофильтруйте. Вот, например, вот эта категория. Давайте посмотрим, какая это категория, вот эти товары. Если вы хотите найти, например, подобные товары. Tools and Home Improvement. Можно поставить этот фильтр, посмотреть, сколько товаров. Вот 65 товаров. Хорошо, давайте его посмотрим. Нажимаем Find Products. Вот такие интересные товары нам как раз загрузились. Такое я люблю продавать. Здесь при наведении курсора на изображение оно увеличивается. Здесь оно лучше увеличивается. Наверное, сама фотография на листинге была просто или больше, или меньше. Поэтому такая разница. И при наведении на title, на заголовок этого листинга, появляется кипа в правом углу. Это нам позволяет посмотреть график кипы, быстро не открывая сам листинг. И либо открыть его уже, посмотреть дополнительно, либо пропустить. Вот здесь нажимаем на кнопочку Amazon и смотрим, что же это за товар. Давайте сразу вот этот откроем. Make light. Для поиска и для расчетов я буду пользоваться калькулятором Seller Assistant App. Если у вас еще его нет 2 недели, вы можете попробовать абсолютно бесплатно. И если вы надумаете купить годовой план, будет скидка 20% по ссылке в описании. Дальше. Вот здесь у меня выскочил Cooper. Это расширение хрома, абсолютно бесплатное, которое автоматически выскакивает на вот таких листингах. И вы можете посмотреть цены в других магазинах. Вот здесь я просто нажимаю low price across six stores. И вот там загружается список магазинов, где этот товар есть. Опять-таки, есть погрешности. Ни один софт никогда не идеален. Имейте это в виду. Поэтому я советую пользоваться несколькими. То есть мы откроем сейчас Cooper, посмотрим. Если у вас еще нет Cooper, то еще раз ссылочка будет в описании. Обязательно установите его. Абсолютно бесплатное приложение. И открываем также Google. Здесь я навела на лупу и нажала Google. Отлично. 8.35, чтобы это было профитно. Вот у нас с чем мы можем работать. 9.38. Давайте посмотрим, где мы можем найти. Вот он нашел самую дешевую цену. Windows Parts 8.38 стоит. Google нам нашел то же самое. Но бывают разные алгоритмы. Поэтому, как я говорю, лучше попробовать оба варианта. 8.35 и здесь тоже 8.35. И дальше, чтобы найти промо-коды, также вот здесь, смотрите, у меня есть Cooper и есть Honey. Иногда бывают купоны в обоих случаях, иногда только в одном. Еще раз, Honey и Куперт будет в описании, если у вас еще нет. Абсолютно бесплатно добавляйте вот сюда в хроме. Вот здесь единичка вскакивает. Это значит, что здесь какой-то есть купон. Давайте его попробуем. Welcome 5. Это будет 5 долларов. Итак, 95.19 разделить на 12 штук. Это будет 7.94. Немножко я округлила. Давайте поставим, посчитаем. Профит 84 копейки и ROI 9%. Ну, такое себе. Но цена прям обалденно ровная. Мне нравится цена. Нет, кое мы брать не будем. Давайте посмотрим следующую вилку. Купер также подсказывает, что у него 6 магазинов, где этот товар есть. На самом Меглайте. Давайте попробуем добавить в корзинку и посмотреть, есть ли какие-то промо-коды. За полную цену это будет непрофитно. Нажимаем на Куперт. На первый заказ показывает, что будет 40% скидка. Давайте попробуем. Да, скидка есть. Можно попробовать другие промо-коды. Вот здесь они есть в списке. Но я не думаю, что будет больше, чем 40%. Вот здесь 10, 20, 15. Я думаю, что вот это самый большой будет промо-код. 72 доллара. Соответственно, это будет 7 долларов 20 копеек. Вот здесь у меня автоматически стоит сейлс текст. То есть он прибавляет сейлс текст моего штата. У меня это 7,5%. Если у вас больше либо меньше, ставьте свой процент. Профит будет 2 доллара 37 копеек. 30% ROI. Я такое люблю. Я такое много раз продавала. Посмотрите, какая ровненькая, красивая цена. Просто обалдеть. Если здесь будет 14,98, я считаю, чтобы было выгодно при минимальной цене, я бы такое взяла. Опять-таки, если у вас препцентр и так далее, и вам это невыгодно, ну, соответственно, ищите дальше. Хочу обратить внимание, чтобы вы всегда пробовали вот эти купоны. То есть не просто вот полная цена 12 долларов, вы закрыли и пошли искать что-то еще. Обязательно проверьте, есть ли купоны, примените эти купоны и пересчитайте. Потому что вот в данном случае, да, именно с купоном это выгодно. Без купона, ну, соответственно, нет. Также Куперт показывает вот здесь цену 7,99. Давайте откроем этот сайт, посмотрим. Выглядит немного странно. Мне нравится, что у них есть номер телефона. Но вообще сайт выглядит как-то очень странно. Есть адрес, есть телефон. Не знаю, надо дополнительно исследовать. У меня есть видео, как проверять сайты. Мы сейчас не будем на этом останавливаться. Вот, кстати, есть еще MakeLite. Давайте откроем. Это та же фирма. То есть мы сразу, в принципе, можем посмотреть на сайте производителя этот фонарик. Хороший бренд, кстати. Хороший магазин я брала с него. Нормально относятся к реселлеру. Но, во всяком случае, ко мне они отправляли нормально и на преп, и домой. Сначала проверяем, чтобы это был абсолютно тот же товар. Смотрим цену. 30 долларов. И минус 40 процентов. Ну, получается 18 долларов. Ну, как бы нет. Конечно, такое для фонарика это не очень. Идем в следующий товар. Делаем абсолютно все то же самое. Идем в Google. Смотрим, где мы можем это купить. Вот здесь 1,2. Здесь написано 10. 1,4. Здесь 1,4. А здесь стоит 1,2. По-моему, это другой просто бренд. Не пойдет нам такой. В этой категории обязательно еще смотрите на модель. Здесь модель, значит, Грия 910 MDG. И здесь вот 910 MDS. Зора вам даст 20 процентов всегда. Просто добавьте в корзинку и ждите. Ну, главное, чтобы вы, конечно, уже были их клиентом. И также, кстати, на этом сайте вы можете добавить ваш реселлер сертификат и покупать без налога. Добавляем, значит. Поэтому я считаю 13,01 минус 20 процентов 10,41. И здесь у меня налога не будет. Я убираю. Потому что еще раз сертификат можно прикрепить. 2,92 профит и 27 процентов ROI. Вот это пример товара, который вы можете покупать на постоянной основе. Я понимаю, что все хотим там 10 долларов профита и огромный ROI и все такое. Но знаете, по моему опыту я больше зарабатываю вот на вот таких товарах. Когда стабильная вот такая цена, я этот могу товар покупать и докупать, и докупать, и докупать. То есть в следующий раз я уже не буду тратить время на поиски этого товара. Он у меня закончился. Я проверила, что цена до сих пор сохраняется. И этот товар профитный. И просто закупила. И это время вы можете потратить на другой товар. Есть такое слово replants. И вот есть такая стратегия, что вы ищите вот такие товары с, казалось бы, небольшим профитом. Но еще раз. Вы находите этот товар, добавляете себе как бы в инвентарь. И просто потом докупаете. Еще раз. Если цена, естественно, сохраняет свою линию. Но вот здесь цена, она очень довольно-таки стабильная. Она просто хорошо выглядит. Если вы из другой страны, если у вас есть преп, если и так далее. Ну, как бы, тогда никак, что я могу сказать. Вот здесь в отзывах мы видим, что пишут не магнетик. То есть нету магнита, да. Вот здесь два отзыва, говорящие одно и то же. И вот, скорее всего, в этом и есть разница за 4 доллара и за 13 долларов. Вот здесь как раз маг, это магнетик. И всегда проверяйте модель. Вот здесь модель назора. И вот здесь модель на Амазоне, на будущее. Если вы работаете вот с такими запчастями, когда вы понятия не имеете, что это за запчасть. Как я, например, сейчас. Легко упаковать, легко отправлять. Ничего с этим товаром не случится. Что он? Он не разобьется, не разольется. Ничего с ним не случится. Я такое обожаю продавать. Просто это моя любовь. Я бы такое купила. Немножко калькуляции давайте добавим. Вот смотрите, 2,92. Цена довольно-таки стабильная. Вот мы нашли этот товар, купили 10 штук. 10 штук вы скажете, ну это мало, 29 долларов всего. Правильно? Правильно. Но у вас цель в день найти 10 таких товаров. Вот подобных, да. И когда у вас уже соберется коллекция из вот таких товаров с непривлекательным профитом, многие продавцы просто закроют этот листик и скажут, ну это неинтересно, 29 долларов, зачем оно надо. Но еще раз, 100 товаров вот подобных с таким профитом. И, допустим, каждый продается по 10 штук в месяц. Я посчитала на калькуляторе, получается 2920 долларов. Я думаю, что неплохо, особенно на таких товарах. Я надеюсь, что понятно. Если непонятно, напишите в комментариях, что именно непонятно. Давайте посмотрим следующий товар. Это, я так понимаю, такой скребок для обоев. 2,98. Здесь это упаковка из 4. Обратите внимание, что здесь есть штрих-код. Вот смотрите, 3, 2, 2, 2. Давайте сравним. То же самое. 3, 2, 2, 2. Если упаковка разная, я обычно сравниваю один и тот же этот товар или нет. То есть поменялась ли только упаковка, либо поменялось что-то еще. Какие-то размеры, вкусы и так далее. Ну, смотря какая категория у товара. Здесь это тот же товар. 2, 98. Умножаем на 4. 11, 92. Здесь тоже налога не будет, потому что Lowe's принимает reseller certificate. 1, 52, 12% ROI. Маловато. Нет, такой бы я не брала. Вот еще один Maglite у нас. Можем сразу посмотреть на Maglite этот товар с учетом 40% скидки. Мы обнаружили скидку, да, 40% на первый заказ. Допустим, это ваш первый заказ. Мы можем пойти от этого сайта и посорсить, что у них есть. Сейчас покажу. Давайте посмотрим вот этот товар. Он у нас на батарейках. Мини Maglite. А здесь тоже мини. Я сравниваю, чтобы все было одинаково. 22 доллара минус 40%, 13, 20. 11 долларов профита, 78% ROI. Давайте посмотрим кипу. Цена удивительно стабильная. Смотрите, вообще хорошая. Sales rank относительно высокий. Что бы я сделала? Я бы в таком случае взяла 5 штук и отправила, посмотрела, за сколько бы это продалось. Я продаю на высоких рынках. У меня также был опыт, когда кипа выглядела примерно вот так же. Даже еще хуже. То есть было примерно 5 падений, это была какая-то косметика. Я на пробу взяла 5 штук и отправила. И у меня эти 5 штук продались сразу. То есть там было либо за день они у меня продались, либо в течение недели. Я уже не помню, если честно. И вот так я тоже из своего опыта я поняла, что не нужно считать вот каждое падение. И думать, что здесь, например, там 7 падений. И что это 7 продаж. И еще раз, у вас, даже если количество продаж, допустим, там 1000 продаж в месяц, это не значит, что вы будете продавать все 1000. И это также не значит, что это там 1000 разделить на количество продавцов. Это так не работает, к сожалению, либо счастью. Все нужно проверять. И вот на таких листингах как раз, ну если вы боитесь покупать 5, ну возьмите 2 штучки. Но они продадутся 100%. Это еще одна такая стратегия, когда многие продавцы открывают, говорят, о, здесь это будет продаваться там полгода. Закрывают. Я благополучно продаю уже, знаете, 4 год. Но некоторые думают, что они знают лучше. И закрывают, либо пишут мне в комментарии, что такое будет продаваться год. Я всегда предлагаю попробовать. От того, что вы потратите 13 долларов, вы получите бесценный опыт. Дальше. Давайте посмотрим по куперу. И также посмотрим этот товар в гугле. eBay нам не нужен. Мы оттуда не покупаем. Потому что, если вам прилетит IP, и у вас инвойс с eBay, вы ничего не докажете. Вы не подтвердите свою покупку таким инвойсом. Итак, Bonanza, Macari, это все туда же. Это подобие eBay, где продают сами люди. Поэтому нам такое не подходит для покупки и перепродажи на Амазоне. Опять-таки, люди делают такое. Вы можете найти видео, как покупать на eBay и продавать на Амазоне. Но люди много чего делают. Это, знаете, не значит, что вам нужно делать то же самое. Это выбор ваш. Хотите, делайте. Я не рекомендую такое делать. Каски. 54 доллара. Это разные модели. Модели, опять-таки, H. 44-35. Выглядит по-другому. Модели я здесь не вижу. На Walmart еще дороже. Я не вижу, чтобы можно было этот товар где-то купить. Еще хотела добавить, что вот здесь у меня отсортировано по рэнку. От меньшего к большему. Соответственно, если вы, например, не хотите продавать выше какого-то рэнка, вы просто не открываете и не сорсите, не тратите свое время. Ну, вот, наверное, миллионные рэнки я бы не продавала. Хотя иногда бывают исключения. Например, этот товар просто никто не продает какое-то время. И поэтому рэнк поднимается. Такое тоже бывает. Но в данном случае, например, кто-то продает. Здесь просто нет продаж. Такое, конечно, не нужно. Как вы помните, мы сорсили определенную категорию. Например, мы закончили. Все, мы прошлись по всем товарам. И мы хотим вернуться и поставить другую категорию. Если вы нажмете вот сюда на стрелочку назад, у вас все ваши настройки, которые мы с вами делали, они собьются. Нам нужно нажать Advanced Filter. И вот это как раз нас вернет вот к нашим заданным параметрам. И дальше мы можем выбрать, например, другую категорию. Либо вообще не выбрать никакую категорию. Вот все товары. Давайте нажмем Find Products. Здесь, например, если вы что-то не продаете, либо вы знаете, что у вас этот бренд закрыт, вы можете, например, его пропустить. Ну, допустим, Клиник недавно закрыли для всех. Поэтому, естественно, я его не буду открывать. Чем очень удобны вот эти картинки. Например, джинсы. Такое я не очень люблю продавать. Вот как раз обувь. Если будет обувь, я это пропускаю. И по такому же принципу открываем товар. Не вижу довольно-таки каких-то привлекательных цен, чтобы для нас это было профитно. В таких случаях мы закрываем и переходим к другому товару. Здесь я хочу сказать, вот знаете, есть какие-то блогеры, которые показывают там одну или две вилки, которые очень профитные. И, допустим, я там нашел эти вилки за 10 минут. Это все классно, но, скорее всего, это, скажем так, либо исключение из правил, либо это, ну, как бы человек нашел просто эти вилки, потом вам показал. И все. Потому что source, вот поиск вот этих лидов, он, в принципе, довольно-таки время затратный. Особенно, если вы делаете это вручную, без каких-то софтов, да, как вот мы сегодня с вами делаем. Это занимает время. Иногда вы можете за час найти там, я не знаю, 20-30 вилок, и они будут классные. Иногда вы за час можете вообще ничего не найти, либо найти, ну, такое себе. Тоже раз на раз не приходится. Поэтому по какому-то видео не судите, например, себя, потому что сегодня скидки есть, завтра скидок нет и так далее. В принципе, source – это затратное мероприятие. Просто держите это в уме. Если кто-то нашел что-то за 10 минут, это очень классно, но я бы посмотрела, чтобы тому же человеку, например, дать 30 часов, и чтобы он с тем же успехом находил вот эти вот, знаете, отличные вилки за каждые 10 минут, там, по 10 долларов. Вот еще один Make Glide. Вы уже поняли, где это смотреть. Носочки. Игры чаще всего покупаются в Таргете на распродажах. Christian Dior. Давайте посмотрим. Мак тоже обычно покупается на Маке. Когда есть распродажи. Особенно, когда, знаете, на Маке есть то, что на скидке и плюс еще какой-то купон. То есть там будет двойная скидка. Тогда профитно. Обязательно проверяйте, чтобы у вас этот бренд был открыт, чтобы вы могли его продавать. Ну, все то же самое. Google. 28 долларов. Сайт хороший. Я с него покупала. Здесь еще бывают там купоны, например, на 5 долларов, скидки и так далее. То есть вы можете это сплюсовать к цене. Но здесь выдают другие цвета. Здесь у нас Raspberry, а здесь Rosewood. Давайте посмотрим. Мы идем в вариации. Вот он, Rosewood. Откроем именно эту вариацию. То есть, как мы видим, что она продается. 52 рейтинга этого товара. 8 отзывов. Липглоу. Липглоу. Да, то же самое. 28.97. 0.12. Да, 0.12. Номер. Я сравниваю, чтобы было все одинаково. Кстати, на этом сайте можно покупать wholesale. Можно также зафайлить ваш ресейл сертификейт, и у вас будет без налога. Но иногда у них разные цены. Wholesale и не wholesale. Иногда бывает wholesale дороже не wholesale. Поэтому нужно смотреть, где профит. Ну, допустим, здесь у нас есть sales tax. Вот, профит 10 баксов и ROI 34%. Рэнк мы смотрим 15%. Но, опять-таки, это рэнк на все вариации. Самая низкая цена была 38. Давайте посчитаем. При 38 такое непрофитно. Я бы все равно взяла. 34 продавал Amazon какое-то время. Buybox нет. Это меня абсолютно не смущает. У меня есть видео, если нет buybox, покупать или не покупать, на что смотреть. Пожалуйста, посмотрите. Будет оно в описании. Сейчас цены у нас 53, 55 и так далее. Здесь у нас 28,97. Профит 10 долларов и ROI 32%. Я бы такое купила. Здесь было увеличение цены. И раньше здесь был buybox. Сейчас buybox нет и увеличение цены. Давайте пересчитаем. При 40 долларах не будет профита. В данном случае, если, например, при минимальной цене я ухожу в минус, я тогда этого товара просто покупаю меньше. На случай, если цена вернется вот туда, где она была самая маленькая. Но такое я бы все равно взяла. Также мы можем посмотреть другие цвета. Вот здесь, например, universal clear. Давайте вариация. Clear. Вот он. 52 доллара. Здесь я еще обращаю внимание, чтобы цены были плюс-минус одинаковые. То есть там 45, 50, 60. Это нормально. Если, например, какая-то вариация прям сильно выбивается, и вот она-то и профитная, ну, например, все стоит за 20, и только одна вариация за 100. Это большой вопрос, насколько именно эта вариация, она будет продаваться. То, что она исторически продавалась, да, что у нее есть отзывы и рейтинг, это не значит, что она сегодня за эту цену тоже продается. Вот он, universal clear. Потому что вот здесь это матовый финиш, а здесь нет матового финиша. Обращайте внимание на такие детали. Вот он, universal clear 47. Но это, скорее всего, будет непрофитно. Либо маленький профит. Какой тут еще у нас есть цвет? Pink 32. 001 pink. 46 долларов. Ну, это будет непрофитно. 32 нет, это, конечно, будет непрофитно. Ну, также здесь можно поискать, будут ли тут какие-то купоны. Возможно, можно снизить эту цену. Давайте посмотрим последнюю вилку. Обязательно нажимайте на вот этот треугольник. Это показывает, если были какие-то проблемы на листинге. Все, что вот здесь автоматическое, вот, automated, я такое пропускаю. То есть меня это не смущает. Так. Google. Давайте посмотрим, что Куперт нам нашел. Я таких сайтах не знаю. Первый раз вижу. Возможно, это из других стран сайты. Такое тоже бывает, кстати. Это сайты других стран. Но у них есть версия, например, вот, Штаты. Вот как здесь, да, что разные страны. Но если вы покупаете с других стран, вот здесь добавляется шиппинг. Тут в евро, да, это вот какие-то европейские сайты. Я таких не знаю. Никогда не покупала с них. Но с других стран я покупала. Bye Bye Baby. Это у нас две соски. Здесь упаковка из четырех, но это в одной упаковке будет. Другой рисунок вот здесь. Мне кажется, это разные вещи. А вот здесь рисунок тот же. Но сайт надо исследовать и смотреть, сколько будет доставка. Бывает, что, например, в Европе оно дешевле, но будет дорога добавляться. Вот Португалия, этот сайт. Давайте еще посмотрим где-нибудь. Здесь две штуки. Не могу я найти. Тоже другая. Другой рисунок немножко. Либо они поменяли его. На таких случаях, если, например, упаковка поменялась, либо поменялись вот сами вот эти соски, да, как в данном случае, я смотрю на отзывы. И вот если я вижу вот такие отзывы, что написано не такое, как на рисунке, вот это красный флаг, во всяком случае, для меня. Но в данном случае этот отзыв был отставлен в 2018 году. Давайте посмотрим на другие отзывы. Вот в 2024 году. Мне понравилось. Мне понравился продукт. Я бы на такое пас. Я вот, когда сам продукт меняется, и на картинке другое, то есть не сама упаковка, да, а сам продукт, походу, поменялся. Я такое не очень люблю продавать. Если вот на картинке одно, а мы отправляем другое. Я, скорее всего, пас, даже если мы найдем, допустим, профитно. Еще бывают такие вопросы, задают здесь упаковка из двух штук. Можно ли купить две, да, и сделать, допустим, четыре? Ну, по идее, это не по правилам Амазона. Я такое делала, но я стараюсь все-таки такое не делать. И плюс вы никогда не знаете, зачем человек берет этот товар. Допустим, он взял там пять штук витаминов, возможно, он взял его на подарки, а вы ему отправите одну бутылку с тем же количеством. Ну, то есть, как бы, нет, я такое не делаю на самом деле. Но, опять-таки, тут дело каждого. Есть люди, которые это делают, но я такое не рекомендую делать. Еще один Мэйглайд. Обувь, обувь, обувь. Еще один Кристиан Диор, Фастенмастер. Давайте такой посмотрим. 50 штук. Хороший рэнк. Индустриал энд Саунтифик. Тоже моя любимая категория. Вот всякие гвозди, запчасти. Такое мне нравится продавать. Тут, опять-таки, разным людям нравится разное. И продавать тоже. Тут нету единой ситуации. 12 штук. 44 доллара. Какие дорогие гвозди. 39 долларов. Не вижу я, чтобы было профитно по цене. Google. Обалденный рынок. Канпласс. Номер совпадает. Вот здесь даже в заголовке есть. В браузере. Стоимость, значит, 2,93. Сайт выглядит нормально. И бесплатная доставка на 99 баксов. Код мы проверили, чтобы модель была точно такая же. 3-3-2-W. 3-3-2-212. Да. Размеры давайте проверим. 1,5 на 1,5 на 3-4. Не вижу размеров. Отзывы нормальные. Но если совпадает модель, размеры должны быть такие же. Ну, то есть я не думаю, что это не тот товар. По кипи все отлично. Немножко снижение цены. Увеличение продавцов. Но цена все равно относительно стабильная. Мы можем посмотреть вариации. Самая продаваемая вариация из одной штучки. Потом у нас идет 2, 3, 4. Здесь вообще, кстати, по нулям. Давайте посмотрим одну штуку, если там профит. 2,93. Да, профит 2,82. И ROI 86%. Давайте посмотрим на кипу, как она выглядит на этой вариации. Увеличение цены. Давайте посчитаем при минимальной цене. 7,98. Тут будет непрофитно. Также снижение продавцов идет в общем и целом. Что бы я сделала? Вот тоже хочу обратить внимание. Во-первых, вот этот сайт 99%, что они примут ваш реселлер сертификат. Потому что все такие сайты для сантехников, для ремонта, для вот этого всего, они обычно все принимают сертификат. То есть, во-первых, вы здесь можете купить без налога. Во-вторых, можно посмотреть, есть ли здесь скидки. Давайте поставим 20 штук или 50 штук, чтобы бесплатная была доставка. Ну, конечно, 50 для первого раза я бы не брала, я сразу хочу сказать. Я просто хочу посмотреть, есть ли скидка. Если, например, скидка есть, я могу посмотреть на этом сайте какие-то другие товары. Apply coupons. Иногда бывают автоматические эти купоны. Вот как сейчас я нажала, да, Honey, и он автоматически проверяет купоны. Иногда эта опция недоступна, тогда нужно просто скопировать этот купон и вставить. Honey ничего нам не нашел. Я с этого сайта покупала. Вот здесь у меня, смотрите, sales tax exempt. То есть, с этого сайта я буду покупать без налога. Что бы я здесь сделала? Я бы попробовала отправить на несколько листингов и посмотреть, как они продадутся. Потому что, вот смотрите, вот здесь нули. Мы можем сказать, ну раз нули, значит, этот товар не продается. Но это не так. Это значит, что просто никто не оставил ни отзыва, ни рейтинга. Я открыла кипы каждой вариации. И вот смотрите, бывает, что, например, одна кипа на все вариации. То есть, вы открываете каждую вариацию отдельно в каждом окне и смотрите. Вот это у нас кипа из трех штук. Вот здесь у нас кипа из сколько? Одна штука. Кипа совершенно другая. Правильно? Правильно. Это у нас четыре штуки. Вот такая кипа. И это у нас две штуки. Вот такая кипа. В этом случае, когда у нас отзывы и ревью разные, я открываю эти листинги в разных окнах и смотрю. Первое, значит, одинаковые ли кипы или разные. Здесь вот везде разные кипы. Поэтому я каждую кипу могу читать отдельно, как это бы был, например, отдельный листинг. То есть вот я вижу продажи, они есть на всех вариациях. Вот, видите? Потому что кипы разные. А если кипа одинаковая на все вариации, то есть вы открываете разные вариации, а кипа одна и та же, то тогда вы не поймете, какая из вариаций продается лучше. Ну, только как вот по отзывам. А здесь, то есть все вариации, они продаются. И в данном случае я бы отправила на все четыре вариации, ну, если они, конечно, профитные, да, потому что мы посчитали одну штучку и мы посчитали, сколько там, три штуки, да, были профитные. Соответственно, нужно посчитать остальные вариации. И я бы попробую отправить на все четыре и посмотреть, за сколько они у меня продадутся. И сделать выводы, продаются они или не продаются, и сколько конкретно у вас продастся из каждой вариации. И уже от этого делать второй заказ. Надеюсь, все понятно. Как вы можете от одного лида, который вам пришел либо в лид-листе, либо вы сами его нашли, вы можете найти еще несколько лидов. И дальше у нас список продолжается. Мы можем продолжить этот поиск. И вот здесь также обратите внимание, что кипа автоматически загружает 100 строк. Соответственно, если мы хотим загрузить вот здесь все 953 товара, нажимаю вот сюда. И, например, загружаю 2000, ну либо 1000. Если бы, например, было 5000, я бы загрузила 5000, например, 2000. Вот у нас загрузилось все 992 товара. И дальше вот так продолжайте. Все то же самое, однообразные действия. Нужно только время. Если вы что-то не продаете, например, я не продаю обувь, я это просто пропускаю. Попробуйте такой тип поиска и напишите, нашли вы что-то, либо не нашли. Также у меня уже есть плейлист, как я ищу вилки. Разные абсолютно способы. Я его прикреплю вот здесь в конце. Переходите и смотрите. Продолжение следует...